Хватит уже обучаться таргетингу. Серьезно, большинство людей, которые идут на курсы по таргетированной рекламе, в сущности не понимают, что это за инструмент и куда его применять. И как следствие, все эти обещания про удаленную работу 2-3 часа в день у бассейна не происходят, а происходит суровый удар задницей об асфальт. В этом видео про то, что такое таргетированная реклама, простыми словами, как ее применять и как на этом зарабатывать хорошие деньги, быть востребованным специалистом. Кстати, этого не понимают многие действующие таргетологи. Итак, смотрите, большинство из тех вещей, которые нам пытаются продать на курсах по маркетингу, это какие-то отдельно взятые инструменты, которые, как правило, в отрыве от всей системы не работают, но об этом особо не говорят. И чем сложнее называется такой инструмент, тем лучше он продается. Сюда относятся схемы прогрева в сторис, продающие чат-боты, автоворонки, прогревающие воронки в директ Инстаграма и таргетированная реклама, которая уже не обучает разве что ленивый. Непонятно, блядь, откуда взялось столько успешных таргетологов за последние пару лет. Я ежедневно общаюсь с предпринимателями и у всех пипец какая боль найти нормального таргетолога, потому что они все вот такие. Серьезно, сейчас предприниматели разбираются в таргете гораздо лучше, чем сами таргетологи. Сейчас будет очень грубый пример. Вот баннер на дороге, видели? Баннер на дороге в день видит некоторое количество людей. Вот Facebook дает нам возможность за деньги показать наш баннер определенному количеству людей. В Facebook мы всегда платим за просмотры. Есть разные рекламные цели, но в итоге мы всегда платим за просмотры. Это показывает метрика CPM, Cost Per Mile, цена за 1000 показов. Так вот, показывать наш баннер в соцсетях можно с определенными фишками. Например, можно показывать рекламу только тем, кто переходил на наш сайт или тем, кто уже похож на наших существующих клиентов. Или же выбрать по встроенным интересам Facebook и немножечко разграничить аудиторию, чтобы, условно говоря, человек, который интересуется натяжными потолками, не видел нашу рекламу стоматологии. Хотя один и тот же человек может хотеть и вылечить зубы, и купить натяжной потолок. Но об этом позже. Так вот, чтобы из этого всего процесса как-то получились деньги, просто вывесить баннер на дороге. Мало, на нем же что-то еще должно быть. И вот из чего состоит полноценная маркетинговая связка, которая приносит деньги и предпринимателю, и человеку, который помогает с интернет-продажами. Первое, это, конечно же, оффер, предложение нашего продукта и услуги. Это такая четкая, емкая, сформулированная фраза, которая побуждает воспользоваться нашим продуктом прямо сейчас. Ее еще надо придумать, это нифига не просто. Второе, это место, где человек подробнее знакомится с нашим предложением и осуществляет какой-то первый контакт. Это может быть сайт, инстаграм, группа в соцсетях, чат-бот или что-то еще. Третье, это простроенный, комфортный для клиента путь. Вот человек нам что-то написал или оставил заявку, что с ним происходит дальше. Кто с ним общается, кто обрабатывает, кто закрывает сделку. Что с ним делать, если он вдруг не купил. Это должно быть все подготовлено. И вот только последней стадии идет реклама. Трафик, контекстная либо таргетированная реклама. Ну то есть вы понимаете, что если первые три шага сделаны хреново, либо там есть какой-то откровенный проеб, то деньга не получится. И вот ситуация в том, что таргетологов этому практически не обучают. Либо учат очень поверхностно. Мне рассказывали, что даже на дорогих наставничествах наставники говорят, а это тебе все должен дать клиент. Ага, сейчас, блядь. То есть таргетолог в официальном понимании этого слова, это такой чувак, которому дали вот все проработанное. Он это все оформил, загрузил в рекламный кабинет, запустил, смотрит и, если нужно, подправляет. Но в реальности такой уровень работ никому нахрен не нужен. Предприниматель не дает ничего готового. У него нет ни знаний, ни навыка, ни опыта в маркетинге, ни часто понимания даже своего продукта, как это правильно сделать. И когда он платит деньги, он ожидает от тебя, как от специалиста, что ты поможешь ему на всех этапах. Поэтому сейчас знаний только в таргетинге или как копаться в рекламном кабинете, их просто недостаточно. Не для того, чтобы быть востребованным специалистом, как таргетолог, ни тем более для того, чтобы продавать на какие-то более высокие чеки, на 60, 80, 100 тысяч и так далее. Люди, которые готовы платить такие суммы, они хотят, чтобы им вопрос решали комплексно. Поэтому нужно учиться строить цепочки, которые дают результат клиенту, закрывают его вопрос на всех этапах. В таком варианте и денег больше, и клиент с тобой остается дольше. Ему невыгодно тебя менять. Зачем? Именно такой подход я использую в своих проектах и могу этому научить. И вот какой я дам вам совет. Не вписывайтесь в курсы, посвященные отдельно таргетированной рекламе, которые не включают того, о чем я сейчас рассказал. Вот эти вот знания, как ковырятся в рекламном кабинете, они давно уже бесплатные. И вообще есть отличная обучалка от самого Фейсбука, называется Facebook Blueprint. Загуглите. Многие топы инфобизнеса просто ее пересказывают и переснимают. Не ограничивайте себя изучением каких-то отдельных инструментов. Изучайте базовые принципы маркетинга, которые используются с 60-х годов. Старайтесь решить проблему клиента на всех этапах. Давайте ему полноценную связку, как прийти к результату. И тогда вы всегда будете при деньгах, при клиентах и не будете чувствовать вообще никакой конкуренции.